История с платежами по горячей воде вновь повторяется. В прошлом году жители получили квитанции с измененными тарифами задним числом и строкой доначислено. Тогда прокуратура города встала на защиту волгодонцев и в суде доказала, что подобные действия незаконны. В этом году квитанции с этой, видимо так полюбившейся коммунальщикам строкой, вновь вернулись в почтовые ящики горожан. И снова блюстители закона готовы отстаивать интересы неопределенного круга лиц. Почему так происходит и что делать в подобной ситуации, платить или нет? Все подробности у Артема Бегоцкого. Горячий вопрос по горячей воде в конце лета стал вновь актуальным для жителей Волгодонска. В августовских квитанциях за отопление и горячую воду снова напечатали строку доначислено, наделавшую прошлым летом много шума. Дежавю радости волгодонцам точно не доставило тому доказательство шхвал звонков во всевозможные инстанции. О готовящейся бомбе замедленного действия в прямом эфире нашей телекомпании начальник отдела по контролю с заблюдением прав жителей в сфере ЖКХ Александр Колосюк говорил еще в конце июня, но, видимо, тогда его жители не услышали. Выставили они по причине той, что Лукоил им предъявил действительно вот эту образовавшуюся дельту, у них отношения как между двумя хозяйствующими субъектами, у них также имеются договорные отношения. В соответствии с этими договорными отношениями у них получилось, что те дома, которые не оборудованы ушедовыми приборами и учетами, должны оплачиваться как по нормативу. Но, согласно других договорных отношений между управляющей организацией и потребителями, при наличии индивидуальных приборов учетов оплата производится по индивидуальным приборам учета. По данным отдела, возглавляемого Александром Колосюком, только одна управляющая компания не переложила свои возникшие таким образом обязательства на плечи жителей. Однако, оставив за собой право сделать это в любой момент. Хотя 17 августа во все управляющие компании были направлены письма о том, что подобные деяния являются незаконными и они будут опротестованы в судебном порядке, до которого, как говорится, еще дожить надо. Отсюда и резонный вопрос, платить или нет. Квитанция, она состоит по сути из двух квитанций. Идет текущий платеж и вот этот как бы долг. Естественно, у собственника есть возможность оплатить одну сумму, а вторую подождать. Я хочу сказать, сказать слово не оплачивать, по идее, никто не может, потому что ни в одном законодательном акте не написано, что не оплачивать в случае вашего несогласия. То есть, если вы не согласны с начислением, если вы видите, что нарушены ваши права, у вас есть, наступают очередные права, защищать их. 17 августа мэр Виктор Фирсов направил запрос в прокуратуру о законности подобных действий управляющих компаний. И вот вчера на официальном сайте администрации города появилось письмо прокурора Волгодонска Николая Вихтинского, из которого следует, что позиция властей полностью поддерживается окон государю. Причин для выставления таких счетов прокуратура не нашла. Соответственно, протесты направлены в управляющие компании. Сейчас материалы проверки находятся на подписи у прокурора Волгодонска. И как только все необходимые процедуры будут оформлены, их передадут в суд, вердикт которого и поставит точку в этой истории. Остается надеяться на лучшее, тем более, что положительная юридическая практика в этих в прямом и переносном смысле горячих вопросов у Волгодонской прокуратуры имеется. Артем Бегоцкий, Антон Набеев, Иван Иванков, Евгений Иванков. Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok